МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На заседании городского управления Кохт-Лоярви 26 марта было рассмотрено 14 вопросов, в числе которых было рассмотрено и принято единогласно постановление, касающееся всех раскопочных работ, проводимых в городе. Данное постановление ужесточает требования к производству дорог зеленых зон. Очень хочется надеяться, что внесенные в данное постановление о поправке ужесточат режим принятия тех работ, которые осуществляются непосредственно во время раскопок. Очень важным фактом в данном постановлении является правило сдачи объекта после выполнения раскопочных работ. Я считаю, что постановление, которое сегодня приняли в городском собрании Кохт-Лоярви, в дальнейшем принесет свои положительные плоды и будет полезным для всех горожан. По словам председателя городского собрания Арины Ивановой, при рассмотрении бюджета города была найдена возможность для экономии бюджетных средств путем оптимизации работы двух спортивных центров – Ярвицкой и Ахминской частях города. Напомню, что в городе сегодня по такой схеме работает Ярвицкий культурный центр. Он объединяет в своих рядах и Сомпа-клуб, и Ахтми-клуб, и клуб, который находится в Ору. А вот система управления всем этим большим хозяйством сегодня осуществляется одним-единственным человеком, директором и его помощниками. Вот примерно по такой же схеме, если говорить очень просто, мы надеемся, в дальнейшем будет работать и Кохт-Лоярвицкий спортивный центр, который объединит, как я уже говорила, два центра – Ярвицкий и Ахтмиский. При этом управление, то есть управленческие расходы однозначно уменьшаются, и мы надеемся, что такая система руководства данным спортивным учреждениям должна принести свои экономические плоды, экономическую выгоду. Повлекет ли это сокращение кадров? Однозначно. Если посмотреть пояснительную записку к данному постановлению, то разговор идет о том, что сокращение семи работников предполагается. Но при этом госпожа Янченко, докладывавшая данный вопрос, четко обозначила, что истинно сокращаемыми окажутся только два человека, а остальные места сокращаемые должности – это либо вакантные должности, либо должности, занимающие людьми, имеющими государственную пенсию. Объединение двух спортивных учреждений также обсуждалось на заседании комиссии по вопросам молодежи и спорта при городском собрании Кохт-Лоярве. По словам председателя комиссии Антона Деева, все члены комиссии решили поддержать данное предложение городского управления. Объединение даст возможность экономить в год на персональных расходах 44 489 евро. Также хозяйственная экономия при соединении двух учреждений состоит в 2014 году 14 090 евро. Городское собрание Кохт-Лоярве одобрило предложение гору права о взятии кредита размером в 2 650 000 евро. По словам мэра города Евгения Соловьева, 1 миллион евро пойдет на софинансирование реновации городского парка в Ярыской части города. Почти 100 000 евро на машину для Ледового холла. И оставшаяся сумма более 1 400 000 – это на все остальные объекты. Дело в том, что продолжаем мы проект так называемый сохранение энергии уже за счет своих средств, поскольку квоты на СО2 государством нашим все проданные средства распределены. Из подобного фонда денежных средств нам получить не удастся, поэтому мы все равно должны думать о том, как сберегать энергию с тем, чтобы и в школах тепло было, и в детских садах тепло было зимой. Поэтому на эти нужды будут использованы эти 1 400 000, но все-таки львиная доля – это будет направлено прежде всего на ремонт наших дорог. Ревизионная комиссия городского управления в ходе проводившейся в последней неделе оценки пришли к выводу, что для приведения дорог в порядок недостаточно денег, предусмотренных в бюджете 2014 года. По словам мэра Кохтлоярви Евгения Соловьева, гороуправление тоже поддержало увеличение займа. Мэр города Евгений Соловьев полностью согласен с предложением ревизионной комиссии, ведь некоторые улицы и внутриквартальные дороги требуют капитального ремонта. Без займа городское управление их в порядок не приведет. Мэр добавил, что гороуправление в ближайшее время составит более точный план, в какой очередности, какие улицы и в каком объеме получит новое асфальтное покрытие. В субботу в Кохтлоярви церемонии награждения победителя и концертом лауреатов завершился 9-й международный конкурс академического вокала для детей и юношества. В нем участвовали молодые вокалисты из Эстонии, Латвии, России. Председатель жюри конкурса, художественный руководитель Таллиннского клуба русского романса и театра «Маленькая опера» педагог Ольга Бундер, член жюри-консультант-репетитор итальянского языка Мариинского театра Санкт-Петербурга Мария Никитина и патрон конкурса, член эстонского парламента Валерий Корп, после завершения конкурса и вручения наград победителям ответили на вопросы канала «Литес». Какое впечатление у вас о 9-м конкурсе? Как всегда потрясающе. Как всегда. Каждый конкурс по-своему хорош, каждый конкурс по-своему неожиданный. И это всегда праздник души. К нам впервые в этом году приехала представитель Мариинского театра. Где Кослоярви, где Мариинский театр, я вас спрашиваю. Как родилась эта идея пригласить на такой провинциальный город, на такой столичный конкурс? А это все, истоки идут, как всегда, от конкурса имени Изабеллы Юрьевой. Да, все произрастает оттуда. Какое ваше впечатление об этом конкурсе? Потрясающее впечатление. Не скажу ничего нового после Ольги Павловны. Изумительный прием, великолепные люди, удивительные дети. Организация конкурса. Не знаю, где Мариинский театр и где Кослоярви в этот момент, и кто здесь окажется на первом месте. Потому что организация в лучших традициях действительно международных конкурсов. Валерий Николаевич, какое значение для Эстонии, для сближения людей разных национальностей имеют такие конкурсы? Я думаю, что мы неоднократно с вами уже говорили о том, что есть ситуация отношений между государствами, а есть народная дипломатия. И мне кажется, что вот это проявление народной дипломатии, когда мы дружим с городами, дружим с местными самоуправлениями, которые находятся на той стороне Нару, приносит только великолепные такие результаты. И поэтому то, что там идет на уровне президентов, это одно. А на уровне людей это совершенно другое и правильное. Мария Анастасовна, сейчас в этом городе, где вы находитесь, два питерских музея, Государственный русский музей и музей Пушкина открыли свои виртуальные филиалы. К сожалению, получается такая парадоксальная ситуация, что расстояние до Питера каких-то 150 километров, небольшим, рядом, но процентов 90-95 старшеклассников ни разу в своей жизни не были, ни в Петербурге, ни в царском теле. А вот для общего развития, для культуры, для знакомства с другом, какое значение, по-вашему, имеет этот конкурс? Такие конкурсы и для сближения приграниченного шахтерского города с северной столицей, культурной столицей. Я считаю, что определяет все не границы, а люди, отношения и абсолютное желание людей, стремление к объединению. Потому что для того, чтобы что-то создавать, надо объединяться, абсолютно согласно, есть народная дипломатия, есть человеческие отношения. А культура, если мы помним, определение из Большой советской энциклопедии, это все, что создано человеком. Поэтому я считаю, что все, что создается при помощи педагогов, которые каждый день выходят на работу, приходят в музыкальные школы, занимаются с детьми, я считаю, это первый и самый главный шаг к тому, что потом будут создавать эти дети. И все, что можно сделать будет для того, чтобы каким-то образом повлиять на их развитие, помочь им что-то сделать, со своей стороны могу сказать, все с удовольствием будет сделано. Скоро 10-й конкурс. Как вы думаете, приехать? Я не знаю, я на самом деле и на 10-й, и на 11-й, и на 12-й приехала, вчера не успела уйти. После мастер-класса вечером мы встретились с Ольгой Павловной, начали тут же думать, а что еще можно делать, а какие еще мастер-классы, а что еще можно привезти сюда, а как еще детей можно порадовать и образовать, потому что образование, которое с радостью происходит, это всегда другое. Поэтому на самом деле я всегда откликаю с удовольствием на все приглашения, потому что для меня, в принципе, все, что делают люди для детей, это, в принципе, основа жизни. Маленькая Яна Айвазян приехала из Новосибирска, где учится вокалу в музыкальной школе номер 15 Академгородка. Вместе с мамой Ириной Владимировной и своим педагогом Светланой Шиховцовой про Эстонию ни Яна, ни взрослые особо ничего не знали. Девочка говорит, что перед поездкой на конкурс покопалась в интернете и нашла много интересного об этой маленькой стране. На следующий 10-й международный конкурс академического вокала в будущем году хочет приехать и лауреат нынешнего конкурса пятиклассница Гуар Асатрян, гражданка Армении из Подмосковья. Ее педагог, она же заместитель главы администрации городского округа Коломны Наталья Маркелова в Эстонии уже бывала, а вот Гуар приехала впервые. Об Эстонии я искала в интернете и узнала, что это очень хорошая страна. А то, что увидела здесь своими глазами, показалось еще лучше, чем было в интернете. Таллинн очень красивый. Понравилась мне и мы за полярного исследователя Толля, который искал землю Санникова. Приеду домой, прочитаю подробнее, говорит Гуар. Участников конкурса и их педагогов приветствовали и поздравили с творческими достижениями заместитель мэра Кохт-Лоярви Нина Алексеева и депутат Регикога Валерий Корп. Они же вручали дипломы победителя. Наибольшее количество наград увезли домой участники конкурса из Латвии. Среди победителей были также дети из Эстонии и России. Жители Ярвецкой части города Кохт-Лоярви, где находятся несколько химических предприятий, мучают неприятный запах. Игрожане упрекают Министерство окружающей среды в неспособности решить данную проблему. По данным инспекции, жалобы на неприятный запах поступают довольно часто. Если в предыдущие годы их количество сократилось, то за последние пару лет снова увеличилось. Виновника проблемы запаха можно определить только в результате анализов. Надо признаться, что речь идет об очень сложной и далекой от простого решения ситуации. Эта проблема действительно уже очень давно. И я хочу сказать, что, наверное, информационный голод, откуда же это проходит, и вечные споры. То ли это биопу, астус, то ли это вирукемиогрупп, то ли это нитрофер, то ли другие химические предприятия, связанные с выбросами и загрязнением воздуха. Поэтому для того, чтобы точно знать, откуда это все проходит, некоторое время назад, и, например, на, скажем, заседании биопу, астуса, мной было сделано предложение о том, чтобы создать, например, систему мониторинга сбрасываемого, или, там, скажем так, воздуха вокруг, например, биопу, астуса, чтобы конкретно знать, идет ли этот запах от иловых соединений, которые остаются после того, как технологически пройден процесс канализирования наших вод или другого. Поэтому сегодня, мне кажется, что вот тот совещание, которое должно состояться в пятницу, я знаю, что в обед должно состояться совещание, на котором городское управление, городское собрание пригласило людей, которые, во-первых, руководителей предприятий всех, узнать, какие же ситуации. Я думаю, что это будет первый этап. Валерий Корп предложил председателю городского собрания Рине Ивановой и мэру города Кохтлоярве Евгению Соловьеву провести в апреле месяце «Расширенное заседание круглого стола», на которое можно было бы пригласить представителей Министерства окружающей среды, представителей химических предприятий города и комиссию городского собрания, где точно определить работы, которые надо провести для улучшения воздуха в Ярвисской части города. А работать есть над чем, потому что мониторинг, которых я посмотрел, например, который был сделан на станции, или точнее сказать, пункте отслеживания загрязнения воздуха, например, скажем так, который находится на улице Калеве, например, если память не изменяет, 24 января в выбросе по сероводороду при нормативе 8 мг на кубический метр был выброс более 18, то есть провешение практически 2,5 раза. Вот нужен четкий мониторинг, ежедневный мониторинг, не только, скажем так, раз в день или два раза в день, а нужно, чтобы было каждый час. И тогда в линии онлайн мы будем конкретно видеть, что выбрасывается и каково состояние и параметры воздуха в Ярвисской части. Поэтому мне бы хотелось, наверное, столько сказать, что давайте все вместе посмотрим реальную ситуацию, реальные возможности устранения всех недостатков. Это я думаю, что будет результат. В понедельник, 31 марта, в здании Кухтлаерского гороуправления состоится круглый стол по проблемам чистоты воздуха и запахов Ярвисской части города. Для участия в нем приглашены представители инспекции по охране окружающей среды, Виру Кемия Групп и Ярвиби Апохостус – инициативная группа горожан, обеспокоенных этой проблемой, а также работники городского самоуправления. Прийти и принять участие в работе круглого стола могут и другие желающие, те, кого волнует состояние воздуха в нашем городе. Вопрос, поднимаемый нашими горожанами относительно, так скажем, странного запаха или воня, так бы я назвала, наверное, четче, конкретнее, которая периодически наблюдается в Ярвисской части города, ну, стал уже на сегодня злободневным. Несмотря на то, что в течение этого года, вот за три месяца этого года, горожане не обращались в городское управление, но они, уже точно зная законодательство, напрямую звонят в инспекцию по окружающей среде. То есть жалобы есть, жалобы постоянные, да и вонь-то постоянная. Поэтому, реагируя на предложения горожан, реагируя на их жалобы, поступающие непосредственно в инспекцию в понедельник, я приглашаю наших депутатов и представителей Виру Кемия групп, Ярве Биапоастуса и инспекции по окружающей среде на проведение круглого стола. Кроме того, на данную встречу приглашены инициаторы и представители той инициативной группы, которая данный вопрос поднимает. Госпожа Галина Фомкина и ее помощники, они будут участниками данного круглого стола. Очень хочется, чтобы в ходе проведения данного мероприятия нам протокольно удалось закрепить те направления и шаги, которые должны привести к искоренению данной проблемы как таковой вообще. Городское самоуправление поддерживает инициативу жителей, требующих решить эту старую проблему. У города нет своей лаборатории, но городское управление использует все свои административные возможности, чтобы активизировать работу специалистов в этом направлении, подчеркнула председатель городского собрания Ирина Иванова. Я буду признательна, если наши горожане, имеющие свою точку зрения, имеющие свои вопросы непосредственно к участникам данного круглого стола, сумеют их задать заранее, с тем, чтобы мы могли определить время и формат проведения самого данного мероприятия. Я напомню, что данную встречу я провожу с одной единственной целью – определить шаги, которые могут привести к искоренению данной проблемы. Если есть желание у наших горожан принять участие, то обязательно об этом надо сообщить, так как формат самого мероприятия, он определён очень узкий. В случае, если такое желание есть, тогда необходимо звонить в канцелярию городского собрания по телефону 33-78-531. То есть все желающие, они приветствуются, но ещё раз прошу, приходящие на встречу, будьте готовы задать свой конкретный, единственный вопрос с тем, чтобы мы сумели, так скажем, очень продуктивно работать в данном направлении. 25 марта в Ефе прошло траурное мероприятие в память о жертвах сталинских репрессий. Жители города зажгли свечи и возложили цветы у памятника, который, словно в назидание нынешним поколениям, напоминает о боли и скорби разрушенных семей. Большая мартовская депортация, она же операция «Прибой», это насильственная депортация части гражданского населения Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь и отдалённые районы севера, организованная властями Советского Союза в марте 1949 года, в ходе которой было депортировано свыше 94 тысяч человек. Списки подлежавших высылке людей составлялись Министерством государственной безопасности на основе учётных данных и агентурных сведений. Всего предполагалось выслать около 7,5 тысяч семей. С 25 по 29 марта из Эстонии в Сибирь в так называемых «теплушках» и в вагонах для перевозки скота принудительно отправили 20 713 человек. Из них 4579 мужчин, 9890 женщин и 6066 детей. Жители Эстонии в основном ссылали в Красноярский край и Новосибирскую область, а также отчасти в Иркутскую и Омскую область. Ведущие исполнители и руководители сего деяния за проведение операции по высылке гражданских людей были удостойны Орденом Красного Знамения и Орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени. Это действительно очень важный день. И это было, конечно, уже для нас, для нас, для нас, вопокалиния, как будто это было очень талеку. И давно. И очень надеюсь, что все таки те те, которые живут семьяхты были там родители, и, может быть, папушки те, которые в Ассалисе и Сибири, они сеансы на сеттиме на те, что они говорили, что им те, что это такое, что мы полим аем, что мы вспомнили, и понимали, что всегда не так радостно, что Естинский народ всегда больше себя как-то в руке держит, как-то есть какие-то горы, и это такой боль. Остается только надеяться, что горький опыт и ошибки 20 века чему-то научили человечество, и люди, живущие сегодня, узнают о подобных ужасах только из книг по истории, а не на своем опыте. За последние несколько лет проблема с очередями в детские сады, по словам старшего специалиста по дошкольному воспитанию Костлаерского городского управления Эйхи Карус, полностью решилась. На сегодняшний день данные по городу таковы. 14 городских детских садов и один частный детский сад города посещают 1700 детей. Родители в нашем городе записывают ребенка на очередь в определенном детском дошкольном учреждении, где он желает получить место ребенку. И даже у нас не запрещается зарегистрироваться, скажем, в двух детских дошкольных учреждениях. Например, если родитель к этому моменту еще не решил, хочет ли получить он места или в определенном детском саду, или в каком-то другом, скажем, может быть, еще не определился, или с русским языком обучения, или в группу погружения, или так далее. То есть мы даем возможность записаться в некоторые детские дошкольные учреждения. Городская управа должна предоставить всем детям, проживающим на территории самоуправления, возможность посещения детского сада или, если и по месту жительства. В первую очередь преимущества имеют дети, постоянно проживающие на территории города. При наличии свободных мест дошкольных учреждений принимаются дети из других регионов. Если не является жителем города Кохтлояреве, то есть, естественно, мы не обязаны гарантировать место. То есть каждое местное самоуправление обязан гарантировать место именно своим жителям. Но мы все-таки принимаем заявления. Эти заявления будут на очереди после заявлений жителей нашего города, то есть в самом конце. И если остаются места в этом возрасте, в этой группе, разрешается принимать детей из других местных самоуправлений. Вся картина по заполняемости мест в детских садах прояснится в первую неделю сентября, когда сформированы все новые группы. К этому времени должны быть удовлетворены заявления родителей детей, поданные до конца мая текущего года. Поэтому абсолютно точный прогноз на новый учебный год по заполняемости мест сейчас трудно сказать. Пояснила Эхо Карус. Но уже с уверенностью можно сказать, что уменьшилось не только количество групп, но и их наполняемость. По словам специалиста, если еще несколько лет назад привычными были группы по 20-24 ребенка, то сегодня самая большая наполняемость в группе 20-21 ребенок. Есть группы и по 15-16 детей. 27 марта в Ахминской гимназии состоялось мероприятие под названием «День науки». Данная встреча является традиционной и собирает школьников со многих учебных заведений. Мероприятие, главной целью которого является поднятие интереса подростков к точным наукам, состоит из нескольких частей. Перед учащимися выступают люди, которые чувствуют себя в мире физики, химии, биологии и географии, как рыбы в воде. Сейчас по государственной программе есть написание как творческих, так и исследовательских работ. И очень многие практические работы в курсе, особенно естественных наук, то есть география, биология, химия, физика, очень много экспериментов, лабораторных работ, каких-то маленьких практикумов и так далее. И вот таким мероприятием мы как раз способствуем развитию учащихся вот именно таких исследовательских навыков. Мы обычно приглашаем людей известных, которые могут рассказать, которые могут показать что-то из своего опыта работы. В прошлом году к нам приходил Эн Кейс, известный человек, который занимается минералами. В этом году Индрак Зейден, орнитолог, любитель. Но я думаю, что вот его рассказ о птице года будет интересен ребятам, и впоследствии вот эти знания им пригодятся, например, на Олимпиадах по биологии. По окончанию лекций ученики разбрелись по рабочим комнатам, в которых ждали педагоги и интересные опыты. Помимо рабочих комнат по физике, химии, географии и биологии, учащихся ждали большой переездной планетарий, благодаря которому они познакомились с космосом, и урок занимательной информатики. На данном уроке ребятам рассказали и объяснили, что такое QR-код и как с ним работать. Печальное известие пришло водовируемо. На 68-м году жизни скончался известный в прошлом футболист и хоккеист Тину Эапост. В футболе он был вратарем, а в хоккее исправно поражал ворота соперников. В составе кухтлоярвецкого кемика грозный форвард 10 раз выигрывал чемпионат Эстонии по хоккею. В футболе Эапост становился обладателем Кубка Эстонии и призером чемпионатов Эстонии. В 1983-84 годах вратарь входил в состав ШВСМ, которая выступала в чемпионате СССР среди команд второй лиги. Будучи уже далеко не в юном возрасте, Тину всегда поддерживал начинание по привлечению к занятиям спортом молодежи. Его можно было видеть среди участников футбольных матчей в честь Дня Десантника, который в начале августа традиционно проводит Ихвистский футбольный клуб «Локомотив». Участвовал он в проекте Идовской префектуры полиции, в ходе реализации которого в футбол играли полицейские вместе с бывшими наркозависимыми. Как сказал мэр города Кухтлоярва Евгений Соловьев, Тину Эапост сделал для развития спорта в городе столько, сколько не смогли сделать другие спортсмены. Тину, до того, как его поразила неизлечимая болезнь, участвовал во всех встречах ветеранов спорта на хоккейном льду и футбольном поле. Редактор субтитров А.Семкин